Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня будем говорить снова о рассаде томатов, потому что это самая актуальная сейчас тема. Некоторые уже посеяли томаты для самого-самого первого раннего урожая, а тот, кто не посеял, могут послушать на будущее. И сейчас уже много вопросов приходит, и между собой люди общаются у меня, спрашивают, не пора ли уже пикировать рассаду томатов, если, например, у нее появился один листик или два. Я сразу скажу, что пикировка тут тоже, хотя есть рекомендации специалистов, но все отдается, мы должны, то есть, сами принять решение, отдается на нашу волю. Везде в справочниках написано, что томаты мы начинаем пикировать, приступаем к пикировке в фазе одного-двух настоящих листьев. То есть, вы можете начать пикировку, когда один только лист появится. Вот, например, я сейчас вам покажу пример, где у меня... А вот, вот стоит хороший томатик с одним листиком. Можете вот в такой фазе начать пикировать. Можете подождать, когда вырастет еще один листик. Можно вообще, я вот вам скажу честно, можно вообще распикировать в фазе двух семидолей, когда вот так только, только вот вы видите, что он жизнеспособный, томат появился, можно распикировать. Это все зависит, все индивидуально, все зависит от наших условий. Я сейчас расскажу, в каких случаях лучше сделать пикировку пораньше, а в каких можно подождать. Вот начнем в тех случаях, когда лучше не ждать. Смотрите, если вы посеяли случайно, загущено, или у вас не было, например, на тот момент грунта, а теперь он у вас появился, есть куда рассадить. Вот у меня, это еще считается разрежено, вот тут я делала 5 сантиметров между рядами, а некоторые, когда некогда раскладывать, сыпят просто вот так, как сеют, ну вот как куриц кормят, когда крупой, вот так семена насевают и сверху грунтом закрывают. Конечно, они всходят шапкой, вот таким мхом, и тогда во избежание заболеваний, там однозначно будет черная ножка, если ждать до одного, до двух листьев, во-первых, им там и питание будет, малые корни переплетутся. И вот в этом случае, если вы посеяли, не выдерживая расстояние загущено, то, конечно, пикировать нужно сразу. Вот как только появились вот такие всходы, вы видите, что они уже друг другу мешают. Вот я делала расстояние 1,5-2 сантиметра между сеянцами, и то, видите, вот в ряду они сомкнулись, если бы я вот эти большие не отступала, вот эти вот, им бы было густо. Вот первый случай, когда загущено. Второй случай. Не всегда удается обработать грунт перед посевом, иногда бывает, но обработка не приносит результатов. И если вы видите какие-то, например, там, как вам сказать-то, ну, какие-то новообразования, бывает вот какая-то, вот такая плесень, как белый пух, вот белый пух на земле появляется, бывает вот прям явная плесень, которую видно, или какие-то на стволиках, вот вы увидите, например, на стволиках, вот здесь вот темные такие, как потемнение, то это звоночек, что нужно срочно распекировать. Возможно, грунт некачественный, что-то там какие-то от прошлых, ну, с прошлого года от растения остались заболевания, и если как только вы увидите первые признаки плесени, я вот вам советую, лучше, чем обрабатывать и протравливать вместе с растениями этот грунт, лучше грунт свежий какой-то взять, чистый, качественный, и туда распекировать. Хоть у вас две семидоли, хоть один листик, хоть два листика, как я уже сказала, у нас томат, он очень терпеливый, очень неприхотливый, и пересадку он переносит прекрасно, и я могу даже сказать, что каждая пересадка, вот я как считаю, что это вообще плюс растениям, вот я когда общипываю, например, вот этот стержневой основной корешок, сразу начинается такое развитие боковых корешков, усиление корневой системы, и мы же немножко еще заглубляем, и на стволиках дополнительные корешки появляются, так что не бойтесь пересаживать, пикировать томаты. Вот я сказала два случая, когда нужно в любой момент, и как можно скорее распекировать. Теперь скажу, когда можно с пикировкой не торопиться. А, и еще распекировать, знаете в каких случаях лучше всего, когда я говорила, что не нужно сеять в один лоток несколько сортов, и сразу сказала, ну мне для ранних посадок приходится так делать, видите, насколько разные томаты. Вот это у меня, вот эти как, которые толстоногие маленькие, а вот эти, которые более высокорослые, и вот они сильно различаются, они, ну как, они совсем друг другу не товарищи, и когда вот такие посадки, вот эти сейчас начнут, чуть-чуть и начнут их уже забивать, в таких случаях, то лучше, конечно, распекировать, я вот скоро буду их рассаживать, вот этих высокорослых в отдельный лоток, а малышей в другой лоток. Все, уже три случая нашли. Теперь расскажу, когда можно не торопиться с пикировкой. Если бы у меня, смотрите, если бы у меня все были вот такие вот маленькие, и вот на таком расстоянии, видите, какой чистый, хороший грунт, грунт чистый, хороший, никаких даже намеков на заболевание. Растения все здоровенькие, видите, у них какие, такие лохматенькие стебельки, все, ну, короче, я делаю медосмотр, каждый день смотрю, ничего подозрительного нет. Тогда их можно оставить и дольше, если место позволяет, вот видите, у нас один листик сейчас, может еще вырасти другой, можно дождаться до двух листов, можно дождаться до трех листов. Все дело в том, что если хватает места в лотке, их же иногда и выращивают без пикировки, даже если рассадить пореже, если хватает места в лотке, если листья не смыкаются, не заслоняют солнце друг к другу, если земля здоровая, если растение в хорошем состоянии, то можно пикировать попозже. Вот у меня они еще посидят, потому что, видите, какая разница у этих уже, у низкорослых еще только-только появился листик, места между ними достаточно, и так много места, и так они все сидят под лампой, всем хватает, вот так если сверху посмотреть, они даже еще реденько, поэтому я буду пикировать чуть попозже. Специально так все подробно рассказала, вот как по полочкам разложила, хоть и некоторым не нравится, что я долго жую, там тяну, но это я говорю так подробно для тех, кто, возможно, первый год посадил. И вот он читал где-то, что в одном месте написано в фазе одного листа настоящего, в другом фазе двух настоящих, в третьем написано в фазе одного-двух настоящих листев, и не знают, как делать, я вам сразу скажу, что все специалисты это нам отдают, позволяют нам здесь решать самим, и от чего это зависит, я вам уже сказала, мы решаем сами, если у вас все хорошо, свободно, здоровые растения, можете не торопиться. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это мои посевы, которые ранние-ранние, суперранние, которые мало кто высевает так рано, но это небольшая часть, только для получения раннего урожая. Для теплицы будем сеять только вот сейчас, я буду 16-18, и где-то 22-23, это будем мы тепличные садить, и потом в начале марта для открытого грунта. Все, до свидания.